здравствуйте дорогие подписчики здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас вечер у меня вечер где-то время пол девятого коров пригнали привязали телят нету пойдешь из телят сходить смотреть даже мои телята делись телят не выгоняем выгоняем пока свободно ходит вот что-то их не видно пока же надо это я хожу телят поищу прохожу тут по улицам что интересную центральную улицу у нас центральная улица тульская оперативная ее протяженность от начала деревни до конца дома там и 2 километра 800 метров из-за мтм и еще метров 300 туда дальше идет нефтебаза там дальше уже лес начинается но телят выгнал сегодня поздно до обеда ездил по диван в центре был и в обед быков привязал телят выпустил и вот они убежали что хочу сказать огромнейшее огромнейшее спасибо подписчикам зрителям и другим то кто смотрит меня за что спасибо за то что вы пишите мне ставите лайки и дизлайки вам огромное спасибо за неравнодушие ваши неравнодушие ваши лайки и дизлайки или комментарии заставляют меня думать заниматься творческой деятельностью если вы поставили дизлайк значит я думаю ага значит что-то вам не понравилось хорошо если прокомментировали а если не прокомментировали я ломаю голову что же вам интересно вот я поэтому стараюсь снимать самые различные ролики на разные темы я так понимаю основная масса зрителей это либо население сельское либо те кому интересно жизнь на селе так по центральной улице идут тут у нас мытемы дальше тут домов практически нет остается здесь два-три дома а дальше там идет здесь промышленная зона ну вот у меня телята последнее время ходили вот сюда вот за мытемы тут жилья нет бурьяны стоят огромные и вот они тут лазили я сейчас похожу посмотрю на следующий день снимаю пока ходил телят искал уже стемнело снимать по темноте уже было ну невозможно потом нашел телят домой загнал короче ходил посмотрел есть что показать ну по моему представлению другим будет интересно покажу как люди из дров делает уголь такой вот бизнес у них время 10 часов я прихожу туда ну там на краю деревни в самом конце молодой парень с девкой лопатой машет во все лопатки значит я так понял что значит уголь сгоревшие дрова превратившиеся уголь он и гранулирует я сейчас до туда доеду и покажу что у них там за производство и значит выскажу свое мнение если удастся конечно снять время 7 начало восьмого тут уже работа кипит вовсю котел один и затопили видать рано встают потому что производство угля это и непрерывное производство но тут работают не наши не деревенские раньше работали парень ходил я ходил все смотрел как и чё там сделано что он у него там за производство но я так тоже думал а бросить мне коровы доить да пойти это уголь делать посмотрел ну и он нафиг такая ерунда такая ерунда блин какое энергозатратное производство нужно вот вода тут у них бытовки чего только нет мне вот предложи я посмотрел конечно что они как все сделано технологии тут парень местный работал с наши улицы я приходил смотрел что у них здесь сделано как ну как и как сам процесс изготовления этого угля да нафиг это нужно такое трудоемкое производство пожароопасная такая грязь ужас ужас скажете ой там уголь дорогое куда лучше вот да нафиг мне это нужно тут у них смотрю тут сосну жгу там уже готовая продукция лежит бытовка я так и не понял ну тут не наши люди приезжают и работают не наши не деревенские вообще другие и техника тут нужно и вода нужно и трактор нужно это же нужно настолько сложно это трудоемко что елки-палки лучше корову буду доить во-первых уголь это не предмет первой необходимости уголь это не предмет первой необходимости это роскошь так для понтов кто поедет там на пикничок взять с собой конечно он дорогой там к чему он дорогой то потому что его производство очень сложная трудоемка сырья то у нас конечно здесь полно леса полно значит горельника полно но если уж может нету значит валежника можно выписать деляну вообще на дрова должна идти береза но березу не дают в общем они берут сосну горельник валежник из него делают конечно не выписывают не недаром это все но это стоит копейки но какое какие дрова с этого сосны там ерунда конечно и это пойдет но я посмотрел самое вот с парнем разговаривал начну тоже дать мне эти коров я лучше буду это уголь делать у нас эти в деревне двое уже делают уголь про это занимается производством еще третий взялся он не знаю что не виднее видео чтобы у него там эти печи горели там настолько это энергозатратно за столько нужно денег вложить потому что производство круглосуточное получается нужно взять в деляну съездить это выписать ее деляне нужно работать нужны люди столько чтобы там кто-то работал деляне чтобы работать нужна техника минимум один трактор потом зелены перевести дрова на тракторе будешь возить это очень долго нужна машина чтобы возить гораздо быстрее это все производство чтобы заниматься так не мои телята нет не мои чтобы заниматься производством потом вот сама технология вот этот печь а печи отдельный разговор там нужно разговаривать долго я посмотрел что да какая от них печь но они печи сделали из старых емкостей значит нефтебазовских выпарили их там сварили там ну главное что эта печь она работает но от силы месяц снаружи все нормально печи прогорает а внутри вот камера сгорания значит она работает от силы месяц а потом вот эта топка она так устроена что при сжигании дров она нагревается и труба она в течение месяца не расплавляется а под тяжестью сырья расплющивается и печь прекращает работать и приходится через месяц заниматься ремонтом этой печи конечно можно купить промышленную печь их полно продают и там по 70 и 80 за сотню тысяч зависимости от кубатуры но это же будет дорого когда когда это оправдается это производство потом нужно чтобы тут обслуживал эту печь местные тут парень поработал смотрю месяц всего бросил сейчас при как я не знаю там каких-то бобжи там работает представляете ли вы жить в бытовке я вчера при запишу посмотрел мимо телят ходил искал грязные чумазые вот это вот ну шахтеры натуральные это же нужно это сажа это же щелочь он же разъедает глаза везде лезет нужно работать в респираторе потом начнет ну представьте себе напиленные дрова нужно заложить в камеру в печь не просто заложить а так чтобы положить как можно больше вот эту камеру где самую производственное ее нужно сделать так чтобы туда не попадал кислород потом разжигается сама топка вот сколько она это постоянно подкидывать что чтобы температура поднялась и быстро выпаривалась влага с этих дров ладно потом значит сколько там она горит сутки полтора все превратилось превратилась сырье в уголь так мои телята пошли хорошо буду узнать куда пошли потом вот этот уголь нужно печь затушить своевременно не дать это значит этому сырью перегореть то нужно знать технологию понимать в этом по времени тоже туда же не заглянешь когда вот это нужно затушить потом вот это вот уголь вот эти чурки все грязные черные вытащить их перегранулировать сложить перефасовать и потом уже приезжает хозяин и потом уже это только значит вот это сырье фасует и отвозит да это это ужас это мое мнение лучше я буду коровом хвосты держать жена будет доить так во первых значит сельскохозяйственный агротруд он всегда уважаемый продукция всегда востребованная мясо хлеб молоко это то без чего человек жить не может ну мед там тоже лекарственная значит препарат тоже значит ну а это уголь зачем он мне нужен не знаю мне будет учили интересно узнать мнение зрители и интересно кто живет в наших соседних областях интересно будет узнать у них занимается таким кто-либо производством или нет но у нас вот двое еще третье уже собрался заниматься поздавал всех коров и решил тоже уголь жесть конечно такую печь иметь нужно вот тем кто занимается дровами обеспечивает население дровами берет деляну пилит на швырок рубит и обеспечит население дровами получается что при производстве дров остается всегда не ликвид то есть что-то не порубилась что-то там гнилье вот это вот еще можно печь иметь небольшую как вторичные производства но заниматься только углем мне это не понравилось мне не интересно ладно я буду долго тут рассуждать и разговаривать кому интересно было значит поставьте лайк но никому не понравилось поставьте дизлайк подпишитесь на канал всем до свидания